И пели, и делились опытом, и приглашали в гости, и подружились. В конце мая в Рязанском доме печати состоялась встреча журналистов православных средств массовой информации Рязанской области с представителями Союза журналистов Подмосковья. Коллеги обменялись опытом освещения в средствах массовой информации православной депутаты. Мы тут когда ехали, затронули такую чудесную тему, как социальное служение. Мне кажется, что журналистика в настоящее время это тоже социальное служение, потому что все мы вместе, скажем так, привечая слово, работая со словом, конечно, работаем на будущее. Возглавила делегацию литератор, член Союза журналистов Подмосковья, выпускающий редактор газеты «Добрый пастырь», ведущая проекта «Верное слово» Наталья Мотина. Вместе с ней в пресс-туре приняли участие другие журналисты. Руководитель Ассоциации развития медиаобразования Союза журналистов Подмосковья Татьяна Яковлева, руководитель радио Мутищи и Мутищинского отделения Союза журналистов Подмосковья Ирина Мельникова, журналист, председатель Клинского отделения Союза журналистов Подмосковья Алексей Сокольский и матушка Наталья Кислова. Наталья Мотина вместе с соратниками реализует проект «Верное слово». Понятно, что подмосковный конкурс не может себе такой роскоши позволить, поэтому я с каким-то страхом, внутренним, невольным приглашаю вас сейчас вновь к участию. И я понимаю, что отец Нафанел, у нас же там есть еще и фото, видите, мы же делаем еще фото выставки, я с трепетом, страхом приглашаю вас к участию. Педагог по образованию и по призванию, поэтому сейчас очень много работаю с детьми, поэтому вот этот клуб православных журналистов, он родился именно как учительское такое некое детище, когда мы собрались и взрослые, и школьники, и вот там вот это выросло. И, ну, конечно, я уже с журналистом, с большим стажем. Разговор поддержали журналисты, участники проекта «Верное слово», Союз журналистов Подмосковья, Рязанские журналисты, сотрудники православных средств массовой информации области, Рязанской епархии, представители Рязанского регионального отделения Союза журналистов России, Комитеты по информации и массовым коммуникациям области. У меня направление – это проектная деятельность, это социальная реклама, все, что касается роликов, на любые темы, все социально значимое – это мое. И это проекты типа конкурса «Хрустальный журнал». Это ежегодный творческий конкурс, на мой взгляд, самое значимое событие в медиасфере Рязанской области. Номинации этого конкурса обсуждаются ежегодно с общественным советом при Комитете по информации с журналистским сообществом. Это такой живой конкурс, и номинации ежегодно у нас меняются. В Рязанской области конкурсные журналистские материалы православной тематики представлены на ежегодном областном творческом конкурсе «Хрустальный журавль» в специальных номинациях, в их числе герой нашего времени – гордость земли Рязанской. Об этом рассказала и приветствую участников заместитель председателя областного комитета по информации и массовым коммуникациям Ольга Назарова. Очень приятно, что вы здесь, сейчас у нас. Рязань, мне кажется, очень гостеприимный город, и область, правда, вся гостеприимная. Председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева отметила важность участия журналистов православных средств массовой информации в открытых, в том числе, межрегиональных творческих конкурсах, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей. И на все свои, именно и для взрослых, и для молодежи, и для детей сегодня представлен самый широкий круг и радио, и телепередачи, и в сетях работают ребята. И «Логос» вообще это такое вот уникальное создание. И радио, и газета. И самое интересное, и важное, потому что на молодую аудиторию. Поэтому, да, вот здесь в Владыке просто низкий поклон, потому что он действительно очень серьезно отнесся к развитию информационной сферы. Мы существовали, там что-то было, а здесь вот просто такой ремонт. И он не только в самом начале, но и сейчас уделяют этому очень серьезное внимание. Я уже не говорю о тех изданиях, которые чисто непархиальные, которые рассчитаны уже на священнослужителей, клир, которые такие, как это называется, специальные, да? Да, специальные литературы. А вот только рассчитаны на прихожан, на широкую читательскую аудиторию, зрительскую и слушательскую аудиторию, очень активно развиваются. Своим опытом работы в рязанских православных средствах массовой информации поделились. Ирина Евсина и Любовь Контаржи, газета «Благовест», журнал для детей и подростков ступени, Тимур Трофимов, радио «Логос», Елена Фетисова, газета «Логос», Наталья Бостракова, Михайлов ТВ, отец Напанаил, пресс-служба Рязанской епархии, Наталья Гордиенко, Рязанский государственный университет имени Сергея Александровича Есенина. Сложно это сделать, конечно, работа с детьми. Но мне это нравится, и я сейчас стараюсь принимать участие в качестве член жюри различных конкурсов, которые у нас проводят в Дворец детского творческого центра эстетического социального детей и смотреть, как, чем сейчас заниматься. Преподаю дисциплины, ну, кроме привычных, там, основу журналистской деятельности, основу современного тарта, преподаю необычные дисциплины, например, профессиональная журналистика, детская журналистика. Ну, в общем, вот этим и занимаюсь. Я согласен, что надо чем-то одним заниматься, но, так как я тоже отец многодетный, приходится много чем заниматься. Вот, ну, одна из основных сфер деятельности, скажем так, это именно на радио Логос Рязань по утрам с 7 до 9 и до этого вся подготовительная работа. Поэтому давайте стремиться к тому, чтобы новости у нас были все-таки актуальны. Не семиминутные, а вот на выброс, вот выдать и не забыть, а все-таки такие, которые будут актуальны спустя даже 10 минут. Я же, собственно, тоже дитя как-то клуб журналистов, юных журналистов. То есть, вот я... Или разрешение, или разрешение. Газеты вот у нас странно может быть звучит, да, что на одну Рязань две православные газеты... Ну, на область. Все, вы будете. Ну, нам так как бы поставили задачу, говорят, да, вот пусть благовость будет для постарше, а вы давайте для чуть помладше. Не знаю, насколько нам удается как бы удержаться в этом помладше, но тем не менее, мы стараемся не пересекаться тематически, то есть у нас как-то тексты, как правило, без привязки к новостям больше публицистические, миссионерские, разъяснительные бригады, как бы мы себя так можем назвать, по каким-то сложным, именно православным понятиям, богословским, по каким-то тонкостям праздников, что мы стараемся копать где-то в этом направлении. Пока держится подписка, сохраняется в Баризанской области, выходит по словению сейчас правящего архиерея, ну, с поддержкой тоже всех различных структур, тоже мы газеты-авторсы, как говорят, тоже у нас нет журналистов штатных, к сожалению, как Лена скажет, да, и тем не менее, действительно, много хороших авторов, вот тоже перед вами сидящих, вот действительно, у меня два образования, экономическое и журналистское, и действительно, как Наташа скажет, я так скажу, на что существуете, как вообще живете, тоже глаза поднимаешь только наверх, и думаешь, Божью помощь. Потому что действительно, так это все сложно достаточно, но тем не менее, я благодарна, что Господь привел к вере, и мое профессиональное деятельство начиналось в этом здании, начиналось Рязанском самодец, который был в другом крыле. А сейчас мы опять прошли, были прихрамы Никольском, еще другие места, сейчас мы находимся в этом же здании, в цоковом этаже, и прекрасно себя чувствуем, вот под кровительством, вот Галина Александровна, представитель Совета журналистов, очень такого, заботящаяся о наших, всех журналистах, всяких направлений, разных изданий, тоже спасибо ей, спасибо комитету, который нас тут, тоже разрешает нам существовать здесь вместе, вот, и хочу сказать, действительно, газета у нас, я не буду ничего говорить, мы действительно разные, спасибо нашему митрополиту, что он, как бы, выслабляет две газеты, поддерживает, понимает, что это что-то новое, это нормальный процесс, действительно, я считаю, что вот, все время говорю, что вот, Лена и супруга, они пишут, хорошо, вот, мой взгляд был, сразу говоря, что они пишут, чтобы сдавать журнал у нас, потому что у них такой стиль, журнальный, издавали, когда хороший журнал был бы в Рязани, пускай он ходил там, не каждый месяц, а в раз, три месяца, полгода, мы совсем разные, на самом деле, я не говорю, что мы там для взрослых, за старших, просто мы, как взяли, обычно, что мы народная газета, мы пишем для народа. Впоследствии плавно из публикации детских, я вдруг оказалась автором детских книг, потом взрослую книжку написала, и впоследствии работала много лет телерадиокомпанией нашей небольшой, рязанской, она у нас называлась по-разному, последнее название было телерадиокомпанией Рязани, скромно, я была программным директором, и много-много занималась радио, руководил радио, так что мы, коллеги, тут очень много меня смотрели. Сейчас, как журналист, я считаю, что я на пенсии, но иногда помогаю Ирине Ивановне, иногда тоже публикуюсь благостью. А так работаю редактором, издательством взрослых в Рязанске. Вот и все, что я могу рассказать о себе. В городе Чехове, откуда приехали некоторые из гостей, действует клуб православных журналистов «Стриж». Его представители в лице таких молодых дарований, как Алексей Кислов, Мария Денисенко, и Лада Сургучева, тоже были в составе делегации. Молодые журналисты ответили на вопросы. Если коротко, то для меня «Стриж» – это новые встречи, общение с интересными людьми. Вы тоже интересные люди. с такими, как вы. Мне очень нравятся походы, которые организуются. По карте памяти. И не только. еще мне очень запомнилась поход. Запомнился. Почти влезть. Стриж – это, ну, можно уже сказать, семья. Наши вот десанты, все праздники, которые мы устраиваем, мероприятия – это уже неотъемлемая часть. То есть вот Рождество, Пасха, я уже знаю все. Я каникулы не планирую. У нас там стопроцентный десант. Во-вторых, я думаю, для меня «Стриж» тоже, как ни странно, – это песни. У нас есть замечательный автор-исполнитель Агния Ярославовна. Она пишет свои песни. Ни один праздник, ни один как раз десант, ни одно мероприятие не оходится без хотя бы одной ее песни. Советую послушать, потому что они очень присталучие. Целью в клубе является изучение журналистской деятельности, опять же, знакомство с какими-то удивительными, правда, людьми. Очень благодарна Наталье Анатольевне, которая нас везде с собой, как Маша выразила, таскает. Но это, правда, приносит очень хорошие плоды. В «Стриже» я пишу заметки в нашу газету, я монтирую видео, какие-то из наших мероприятий, событий, и все это мне приносит огромное удовольствие. То есть в «Стриже» я чувствую себя как дома, и это уже часть меня, часть моей жизни, которую я ни в коем случае не хочу от себя отдалять, и буду продолжать это сто процентов. Замечательно. Главное, если что, поступать в РГУ. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Встреча завершилась теплым общением за чаем с угощением. Сами же гости решили лучше узнать наш город и дополнили проведенную для них ранее обзорную экскурсию подробным знакомством с Николаевским храмом и его святынями. Наталья Выстракова специально для Михайлов ТВ.